Мы сейчас продолжим знакомиться дальше со свойствами канонического распределения и рассмотрим такую простую задачу. Я напомню, что общий вид канонического распределения, который есть в распределении вероятности по энергиям, это есть единица на статистическую сумму Е в степени минус ЕЛТ на Т, где Л это обозначает квантовое состояние системы. Квантовое состояние системы, которое включает целый набор квантовых чисел. В частности, если речь идет о газе, в котором находятся N частиц, то вот этот набор L включает все импульсы, все координаты и все внутренние квантовые числа молекул. Где α это обозначение внутренних квантовых чисел. Внутренние возбуждения молекул типичны, это колебания и вращения, внутренние возбуждения. Поэтому α всегда включает квантовые числа, относящиеся к колебаниям и вращениям. То есть, видите, вот это L это большой набор. Так, ну и статсумма Z это есть сумма по всем состояниям от Е в степени минус ЕЛТ, просто нормировка вот этого распределения. Поскольку энергия наша, если речь идет о газе, она есть сумма по К от К равного единицы до N, а здесь стоит P в квадрате на 2m, сумма кинетических энергий. Плюс, если частицы движутся в поле каком-то, то тут еще стоит потенциальная энергия частиц в поле. Ну и кроме того, мы еще сюда должны добавить сумма по, ну тут уже пока сумма есть, поэтому я напишу сюда еще энергию, как функция α-K, где α-K это внутренние квантовые числа, характеризующие колебания и вращения молекул. Ну вот, ну как видите, у вас здесь статсумма, у вас энергия, есть сумма энергий каждой частицы, каждой частицы, поэтому мы можем ввести энергию одной частицы ε от P, R и α, которая есть P квадрат на 2m плюс U от R плюс ε от α. Ну и тогда наша энергия переписывается просто как сумма вот этих энергий частиц. ε, сумма по K от K равного 1 до N, ε от P квадрат на 2m, R квадрат на 2m. Теперь смотрите, если вот тут у вас стоит в экспоненте сумма энергии, ну тогда очевидно, что у вас вот эта экспонента разбивается на произведение экспонента по энергиям каждой частицы. Ну и тогда можно написать, что для идеального газа, если мы сейчас будем обсуждать свойства идеального газа с внутренними степенями свободы, то для идеального газа у вас Z есть единица на n факториал, как обычно, для тождественных частиц. Дальше стоит интеграл d3p1, d3pn на 2πh в степени 3n. Дальше стоит d3r1, d3rn. И еще здесь стоит сумма, ну можно здесь поставить, еще стоит сумма по α, сумма по αК, по всем αК. е в степени епсилон от p1 r1 α1 поделить на t умножить на е в степени минус, минус епсилон от p2 r2 α2, ну и умножить стоит на е в степени минус епсилон от pn, rn и αn. поделить на t, все это поделить на t, на температуру. То есть, видите, у вас получилось, что у вас та сумма разбилась на произведение n интегралов, совершенно идентичных, совершенно идентичных интегралов, которые тогда можно записать, ввести z маленькая, которая есть интеграл d3p на 2πh в кубе, d3r, ну и сумму по α здесь написать, сумма по α по всем энергиям внутренним, е в степени минус епсилон от p, r и α поделить на t. Ну и тогда через это z маленькая у вас статсума большая, как вы уже, наверное, видели. А можно вопрос? Да. А вот эта грамма сумма почему нет? z статсума. Вот это? Да. По внутренним степеням свободы, вот по этим квадрым числам, по колебаниям и вращениям. Вот по вот этим энергиям. По вот этим энергиям. Но они независимы, как видите, все суммирования, поэтому сумму можно писать вот здесь. Я вот здесь ее написал. Ну и тогда это z выражается, как z маленькая в степени n поделить на n факториал. z маленькая в степени n поделить на n факториал. Дальше, смотрите. У вас это епсилон тоже есть сумма трех членов. Сумма трех членов. Поэтому этот интеграл тоже, вот это выражение, не интеграл, оно разбивается на произведение трех независимых. Поскольку тут у вас, видите, стоит сумма, то у вас возникает произведение трех независимых, которые я так обозначу. z маленькая поступательная, z маленькая потенциальная, и z маленькая внутренняя. z маленькая внутренняя. Где все вот эти z выражаются следующим образом. z маленькая поступательная. Удобно его написать так. Здесь написать объем, в котором частицы движутся. Хотя они и движутся в поле. Ну а тут стоит интеграл d3p на 2πh в кубе e в степени минус p квадрат на 2mt. Это z поступательная. z потенциальная. Это есть. Единица на v интеграл d3r e в степени минус u от r поделить на t. Значит, вот я этот v сюда поставил для того, чтобы когда у вас энергии потенциальной нет, когда поле отсутствует, тогда вот это z потенциальная просто единица. И тогда вот этот объем, он как для свободного газа, без внешнего поля. Ну и z внутренняя. это есть сумма по альфа e в степени минус ε от альфа поделить на t. Сумма по всем внутренним возбуждениям молекулы. Одной. Как видите. Ну, этот интеграл он уже высчитали. Это есть v на mt поделить на 2π h квадрат в степени 3 вторых. выглядит так же, как для идеального газа, без внешних полей. Вот. И тогда, смотрите, тогда наша вот эта вот вероятность, которая описывает ансамбль канонический или ансамбль гипса, как его еще называют, она разбивается тоже на произведения одночастичных распределений, которые выглядят следующим образом. Вот это вот это p от e l e l Оно строится из одночастичных распределений, которые выглядят так. Значит, я напишу здесь просто единицу на n факториал я сохраню. На n факториал я сохраню. А здесь будет стоять единица на z маленькая e в степени минус ε от p 1 r1 α1 поделить на t умножить единица на z на e в степени минус ε от p1 r1 α2 вернее p2 r2 α2 на t ну и так далее. Последний член будет единица на z e в степени минус ε от p n r n α n ну и как видите вам в общем не надо работать со всем распределением. Если вы знаете вот это распределение, то вы всегда можете построить полное распределение как произведение одночастичных распределений. Полное распределение строится как произведение одночастичных распределений. Ну вот, теперь давайте посмотрим ещё один момент. Ещё один момент здесь существенный. Если мы посмотрим вот это единичное распределение, напишем его в таком виде. Напишем его в таком виде. Ро от ПР альфа это есть. Так, где оно? А, вот оно. А, да, значит перед этим давайте мы ещё напишем некоторые термодинамические соотношения здесь. Значит, вы уже выяснили, что свободная энергия это есть величина равная минус t логарифм вот этой самой z большого. z большого, логарифм статсуммы. Но если подставить её сюда, то у вас автоматически зависимость от n фиксирована. Это минус nt логарифм z маленького. Ну и минус, я напишу так, n логарифм n плюс n. Где я сразу воспользовался формулой стирлинга и расписал логарифм n факториал через n логарифм n минус n. Только здесь стоит ещё t. nt. Ну вот. Ну и тогда энтропия, которая есть с равная минус df по dt, она есть минус n логарифм z. дальше минус, вот только здесь будет плюс уже, плюс nt единица на z dz по dt. Это я логарифм продифференцировал. Ну а отсюда идёт ещё плюс n логарифм n и минус n. Вот такая величина. Значит, если у вас z маленькая разбивается на произведение вот этих независимых z, то тогда мы получим выражение в таком простом виде. Значит, тут будет... Я сразу, значит, выпишу v в степени n. Тогда тут будет n. n. Так, значит, z поступательное содержит... содержит логарифм z. В нём стоит объём, то есть n логарифм v. И тут стоит... Да, я тут напрасно написал, это же в знаменателе. Поэтому здесь стоит плюс, а здесь минус. Я смотрю, что-то не то. Значит, поэтому здесь надо написать минус, а здесь будет плюс. Ну вот, тогда-тогда они собираются в следующую величину. Логарифм v поделить на n. Вот этот член. И v в степени n. v, логарифм v на n. Вот. Дальше то, что осталось, стоит. Плюс 3 вторых n логарифм mt поделить на 2π h квадрат. h квадрат. Ну и ещё плюс, ещё минус. Так. Так. Это вот отсюда вышло. Теперь вот отсюда. nt dz по dt. dz по dt у вас... Значит, если вы... Вот это выражение по температуре... по температуре... Значит, это будет плюс просто 3 вторых n. И ещё плюс n. Ещё плюс n вот это. dz по dt, делённое на z. Это просто производная от вот этого логарифма. Она есть единица на t. Вот это t сокращается. И остаётся просто 3 вторых n. Так. Ну вот теперь, если вы вспомните выражение для... для энергии... ой, выражение для энтропии, которое следует из микроканонического ансамбля, то отличие будет от этого выражения только в том, что s микро... Это каноническое s в каноническом ансамбле. А в микроканоническом ансамбле у вас тут стояло n логарифм век n. А тут было плюс 3 вторых n логарифм. А здесь стояло... Так, давайте я вот это уберу. Стояло величина m e поделить на 3π h квадрат n. Ну и плюс 5 вторых n. 5 вторых n. Ну и как видите, если у вас энергия микроканонического ансамбля совпадает со средней энергией канонического ансамбля, которая даётся выражением e средняя есть 3 вторых nt, ну тогда эти выражения просто совпадают. Просто совпадают. Но вот обратите внимание, что в микроканоническом ансамбле энергия фиксирована. В каноническом ансамбле энергия не фиксирована. Она может флуктуировать. Есть обмен энергией между термостатом и вашей системой. Тем не менее, все термодинамические выражения совпадают. Вот энтропия совпала. Если у вас энергия средняя совпадает с фиксированной энергией микроканонического ансамбля. Ну и все остальные термодинамические величины тоже будут совпадать. В этом можете прямо убедиться из этих формул. Это означает, что хотя тут есть распределение по энергиям, максимум этого распределения настолько острый, что все средние значения совпадают с наиболее вероятными значениями. У вас, поскольку я понимаю, курс есть в теории вероятности, поэтому что такое наиболее вероятное значение, вы, я думаю, знаете. Так вот, среднее значение совпадает с наиболее вероятным. То есть с тем значением энергии, при котором вероятность максимальна. Так, значит, чтобы в этом убедиться, давайте попробуем вот из этого распределения построить распределение по энергиям. Просто по энергиям. Не по состояниям, а по заданной энергии. Это распределение мы построим следующим образом. P от E есть сумма по всем состояниям. P от E, L, вот это распределение гипса. Ну, а здесь стоит дельта функция от E минус E, L. То есть нас интересует только заданная вот эта внешняя энергия E. Вот это есть распределение по энергиям. Распределение по энергиям. Ну вот, теперь давайте попробуем сосчитать его. Значит, эта величина равна... Значит, P от E я напишу через свободную энергию. Записав его, видит сумма по L. Значит, я напишу здесь дельта функция от E минус E, L. Так, а здесь я напишу E в степени F минус E поделить на T. F минус E поделить на T. Где F – свободная энергия. А E теперь уже я заменил, поскольку тут дельта функция стоит, то все состояния должны иметь одинаковую энергию E. Ну а теперь вот эта величина – это и есть сумма по всем состояниям с данной энергией. Ну это то, что мы обозначали, когда считали сумму по состояниям величиной G от E. G от E сумма на E в степени F минус E поделить на T. Я подчеркиваю, что E вот здесь у вас произвольное. Оно не обязательно равновесное, не обязательно совпадает со средним значением. Оно произвольное. Мы ищем распределение по энергиям. Ну а тогда, вспоминая связь вот этой числа состояния с энтропией, мы можем написать, что это есть E в степени S, это есть G, плюс F минус E поделить на T. Или, приводя к общему знаменателю, мы получаем, что это есть E в степени F минус E плюс T, S поделить на T. Ну вот. Ну а теперь видно, что если у вас энергия E совпадает со средней энергией, со средней энергией, с равновесной энергией, равновесная энергия средняя, то мы же знаем, что для равновесной энергии у нас есть соотношение, что F равняется E минус T, S. E минус T, S. Ну это тогда означает, что величина вот эта, E в степени F минус E средняя плюс T, T, S от E среднего на T будет равна единице. Потому что у вас вот этот показатель экспонента обращается в ноль. Ну это вот что означает? Ну это означает, вот помните, мы когда с вами модельную систему со спинами обсуждали, то тогда тоже, когда мы там считали сумму по состояниям, то в эту сумму, для двух подсистем, то у нас в эту сумму по состояниям двух подсистем давал вклад один член. Все остальные были малы. Ну и здесь ситуация тоже самая. Это и означает, что максимум по E вблизи E среднего настолько острый, что фактически это почти дельта-функция. Что это почти дельта-функция. Это означает, что у вас интеграл весь от этой величины по E, он у вас будет от числа частиц зависеть степенным образом, а не экспоненциальным. Ну и это означает, что у вас отклонения будут только логарифмические. Ну вот, ну тогда вот этим мы потом свойством воспользуемся, чтобы найти распределение, найти флуктуацию энергии, когда будем общую теорию флуктуации обсуждать. Вот. Так вот, видно, что вот эта причина, по которой у вас термодинамические ансамбли, микроканонические и канонические, просто эквивалентны. Потому что они выдают среднее значение одинаково. Все термодинамические свойства, характеристики одинаковы, если вы их вычисляете либо в каноническом, либо в микроканоническом ансамблях. Эти два ансамбля просто эквивалентны. Так, ну а теперь, если мы вернемся сюда, если мы вернемся к нашим выражениям, то я хотел бы здесь сейчас сосчитать химический потенциал. Химический потенциал. Значит, химический потенциал есть производная ДФ по ДН. Значит, если речь идет об энергии, то о системе, в которой у вас энергия фиксирована, или теплоизолированные системы, то химический потенциал – это есть изменение энергии при добавлении одной частицы. Изменение энергии при добавлении одной частицы. Ну а поскольку у нас система в термостате, то тут изменение свободной энергии совпадает с химическим потенциалом при добавлении одной частицы. Ну и вот теперь, если вы просто продифференцируете это выражение, то вы получите простой результат. Это есть минус t логарифм z маленького. И дальше плюс t логарифм n. Плюс t логарифм n. Ну и в то время как последний член и производные от логарифма, от логарифма, они сокращаются просто. Значит, когда вы дифференцируете вот этот логарифм, у вас единица n появляется, n сокращается, и вот с этим членом эти два члена исчезают. Так, теперь, значит, это есть не что иное, как минус t логарифм z к n. Тогда е в степени минус мюк t равняется z поделить на n. Ну или е в степени мюк t есть n поделить на z. Ну и тогда, а если мы вводим распределение вот той, единица на z, е в степени, одночастичная, прошу прощения, ρ от p r альфа равная единица на z, е в степени минус ε от p r альфа поделить на t, эта величина есть просто n, нет, единица на n, е в степени мюк минус ε от p r t, альфа, вернее, поделить на t. Значит, е в степени мюк – это n на z, поэтому единица на n. Значит, вот это распределение по состоянию одной частицы. Теперь смотрите. Интеграл по всем импульсам и r, то есть интеграл по фазовому пространству, по d3p и d3r – это фазовое пространство. Вот шестимерное пространство, p, r – фазовое пространство. Он, естественно, равен единице по определению вероятности. Давайте мы введем величину вот такую. Обозначим ее через n от p r и альфа, которая есть n умножить на ρ от p r альфа. Или это есть просто е в степени мюк минус ε от p r альфа поделить на t. Значит, эту величину можно назвать плотность частиц в фазовом пространстве. Плотность частиц в фазовом пространстве. Вот эта величина есть плотность частиц в фазовом пространстве. Просто потому, что интеграл по всему фазовому пространству и сумма по внутренним степеням свободы дает полное число частиц у него. Поэтому это плотность. Так, ну а теперь вот, если вы вспомните то, что говорилось в конце лекции, то там, когда вы делали оценки, то, наверное, вы все-таки смотрели, чему равен химический потенциал и говорили, что Е в степени мюк Т для классического больцмановского газа много меньше единицы. Химический потенциал, во-первых, отрицателен и, во-вторых, обладает еще тем свойством, что мюк Т, модуль мюк Т много больше единицы. То есть вот эта экспонента, она всегда мала для классического больцмановского газа. Иными словами, у вас плотность частиц в фазовом пространстве, в случае, когда газ подчиняется классической статистике, она очень мала. То есть вот эта N означает отсюда, что вот эта N есть величина много меньше единицы. Вот эта N. Так, этот мелк не годится. Значит, N от P, R, альфа. Нет, этот мелк тоже плохой. Много меньше. Нет, не годится. Много меньше единицы. Так, этот, кажется, получше. Много меньше единицы. Плотность частиц мала. Ну и вот это есть причина, по которой вы можете пользоваться классической статистикой. По какой причине? Ну, по очень простой. Если у вас частицы, скажем, электроны, которые, спин одна, вторая, то электроны подчиняются принципу Паули. Принцип запрета Паули есть у них. Это означает, что в одном квантовом состоянии две частицы не могут находиться. Ну вот, и тогда этим эффектом, принципом запрета Паули, можно пренебречь только тогда, когда частицы практически не находятся. Две частицы в одном состоянии. Это как раз условие, когда вы можете забыть о принципе Паули, даже если вы работаете с электронами. Вот это и есть такое условие. Когда у вас вот это n становится порядка единицы, то всё, вы уже не можете вот этими эффектами пренебречь. И тогда это надо будет статистику менять. Это будет область квантовой статистики. В том случае, когда у вас вот эта величина становится порядка единицы. Но это возникает при низких температурах. Настолько низких, что для классических газов это температура заметно меньше температуры сжижения. Поэтому, если вы имеете дело с газами, нормальными, обычными газами, то тогда эти эффекты, то они всегда подчиняются классической статистике. Но вот если вы будете смотреть электроны в металле, например, электронный газ в металле, то там у вас ситуация как раз обратная. У вас всегда вот эта величина будет порядка единицы. И там никогда, ни при каких нормальных температурах, вплоть до температуры плавления, вы не сможете пользоваться классической статистикой для электронных газов в металле. Вот это существенный момент, потому что в начале прошлого века была проблема описать свойства металлов, температурные свойства, в зависимости от температуры, ну, такие как проводимость, такие как теплопроводность. Вот это описать теоретически оказалось невозможным. Ну, вот это эффект как раз квантовой статистики. Так, теперь еще один вопрос. Значит, вот мы сказали, что у нас что у нас вот эта величина имеет очень острый максимум. Если она имеет очень острый максимум, то тогда можно ожидать, что среднее квадратичное отклонение дельта е квадрат среднее, деленное на е, среднее должно быть много меньше единицы. Вот это условие того, что у вас распределение узкое по энергиям. Давайте сосчитаем дельта е квадрат среднее. Это то, что называется в математике это называют либо среднее квадратичное отклонение, либо дисперсией. Дисперсией ее называют. Значит, в физике эта величина характеризует флуктуацию, поэтому просто вот эту величину называют среднеквадратичной флуктуацией. Значит, давайте мы эту величину попробуем сосчитать, пользуясь просто общим распределением. значит, что такое дельта е квадрат среднее? это есть е минус е среднее в квадрате, что если раскрыть среднее от него, если это выражение раскрыть, то оно сводится к следующему. Это есть е квадрат среднее минус е среднее в квадрате. Такое простое выражение. поэтому нам собственно надо сосчитать чему равно е квадрат среднее. Для этого мы можем воспользоваться прямо определением что такое средняя величина. Значит, е среднее есть сумма по состояниям по всем е лт на е в степени f минус ну давайте я напишу так напишу е в степени минус е лт на t поделить на z большое. так а е квадрат среднее е квадрат среднее это это есть сумма по l а тут стоит е лт в квадрате на е в степени минус е лт поделить на t и поделить на z ну вот теперь смотрите как эту величину можно сосчитать смотрите чем она отличается от этой только тем что под суммой стоит другая степень е на единицу больше ну и давайте посмотрим как можно из этого выражения получить вот здесь степень лишнюю е ну в принципе очень просто если вы продифференцируете по температуре экспоненту то у вас е сюда сойдет поэтому давайте мы вот это проделаем посмотрим что получится значит пишем d d e среднее по dt равно значит сначала мы дифференцируем по температуре минус единица на t даст просто единица на t квадрат так ну и все здесь стоит сумма сумма по l e lt в квадрате e в степени минус e lt на t поделить на z так ну и второй член это вы должны продифференцировать z тогда значит тут стоит тогда значит в знаменателе стоит минус здесь остается минус d d z по dt поделить здесь z большое стоит поделить на z большое а то что осталось вот здесь еще одна единица на z это снова будет энергия средняя поэтому я напишу просто что это есть просто средняя энергия средняя энергия так ну вот теперь с этим выражением давайте мы сейчас устроим перерыв и после перерыва посмотрим чему это все равно значит смотрите я еще раз хочу подчеркнуть в чем разница между каноническим и микроканоническим ансамблем микроканонический ансамбль это система изолированная у которой сохраняется энергия фиксирована нет объем обмена энергии с внешней средой канонический ансамбль у вас находится система в контакте с термостатом и процессы обмена энергии с термостатом они разрешены у вас фиксирована температура вот поэтому по энергии у вас есть целое распределение. Но оно оказывается очень острое. И сейчас вот мы увидим, насколько она острая. Значит, вот это выражение наше. Вот это наше выражение. Значит, нам надо осталось посмотреть, что такое единица на Z DZ по DT. Ну, прямо вот из этого выражения, когда вы дифференцируете по T, то вы получаете следующее. Это есть единица на T квадрат, единица на Z, вот это. А здесь стоит сумма по L. У вас из экспоненты вниз сошла энергия. Ну, а эта величина единица на Z, вот с этой суммой, это прямо опять есть средняя энергия E. Это равно E средняя поделить на T квадрат. Поэтому мы получаем. Вот это есть прямо E квадрат средняя, то, что нам надо. И мы видим, что это равно единица на T квадрат, а здесь стоит E квадрат средняя, минус E средняя в квадрате. то есть это прямо то, что наше дельта E квадрат, которое мы искали. Ну, и вот отсюда мы получаем. мы получаем, что дельта E квадрат средняя равно T квадрат на DE средняя по DT. DE средняя по DT. при этом мы считали, что у нас только есть обмен энергией в системе и объем системы фиксирован. Но тогда эта величина, если вы помните, есть не что иное, как теплоемкость при постоянном объеме. DE по DT есть теплоемкость при постоянном объеме. Cv. Ну, и что мы видим? Мы видим, что вот эта величина Cv у вас пропорциональна числу частиц. Числу частиц в системе. Тогда, если вы будете смотреть относительную флуктуацию дельта, которая есть дельта E квадрат средняя в степени 1 вторая поделить на E средняя то на E средняя поделить. То, что мы видим? Вот эта величина называется относительная флуктуация. тогда мы видим следующее, что в числителе у вас стоит эта величина, в числителе стоит корень из N корень из N в знаменателе стоит величина пропорциональная N E средняя пропорциональная числу частиц. Таким образом, вот эта величина есть величина порядка единицы поделить на корень из числа частиц. единица поделить на корень из числа частиц. Ну, вот поскольку число частиц в макроскопических системах это там 10-20 там какой-то фактически, то видно, что относительная флуктуация пренебрежимо мала. И флуктуации заметны только в системах с малым числом частиц. Вот это то, что называется мезоскопические системы, в которых там число частиц сотня-другая квантовой точки примеры их. Ну, или атомные ядра. В атомных ядрах, как вы знаете, число частиц тоже порядка сотни-двух больше не бывает. Поэтому там эти эффекты могут быть заметны. Но, правда, ядро в этом смысле всегда у вас система с определенной энергией. Поскольку энергия возбуждения превышает все возможности термостата. Хорошо. Значит, вот смотрите, вот это и есть утверждение, почему у вас эквивалентный канонический, микроканонический ансамбль. Вот по этой причине. Что действительно у вас максимум настолько острый по энергии, что флуктуация энергии, отклонение среднеквадратичное относительно, оно стремится к нулю в макроскопических системах. И только когда системы малы, малое число частиц, тогда это становится заметным. Но тогда вот эти наши статистические методы приходится поправлять, потому что тогда начинают работать поверхностные эффекты, которыми мы здесь пренебрегали. Ну и так далее. То есть буквально я хочу напомнить, что мы всегда работаем в термодинамическом пределе, когда у вас N стремится к бесконечности, V стремится к бесконечности, так что N к V есть константа. Вот это термодинамический предел. Вот в этом пределе у нас все, конечно, ансамбли будут эквивалентны. Так, теперь еще одно свойство, которое я хотел бы здесь отметить. Это свойство заключается в том, что даже вот это одночастичное распределение, давайте мы будем говорить про вот это N, плотность, плотность, вот это N N от P R альфа. Значит, смысл, эта величина очень удобна, потому что если вы возьмете интеграл D3R и сумму по альфа, то вы получите распределение по импульсам. Естественно, распределение по импульсам. Ну, а если вы частиц, а если вы проинтегрируете по импульсам и просуммируете по альфа, то вы получите от N от P R альфа, то вы получите просто обычную плотность числа частиц. Плотность числа частиц. Ну, грубо говоря, вот это распределение Максвелла, если вы от импульса перейдете к скоростям, это распределение Больцмана. Вот, так вот, на что я хотел обратить ваше внимание, это следующее, что вот эта величина N от P R T альфа, P R альфа, есть, сама есть единица поделить на Z поступательное, Z потенциальное, и на Z внутреннее. и здесь стоит E в степени минус P квадрат на 2 MT, ну, кроме Z я написал, просто еще E в степени минус U от R на T, и на E в степени минус Эпсилон от альфа поделить на T. То есть, как видите, оно разбилось на произведение трех независимых распределений. Разбилось на произведение трех независимых распределений. Первое распределение это единица на Z поступательное E в степени минус P квадрат на 2 MT. На 2 MT. Так, тут еще надо поставить число частиц, наверное, N. Ну, и вот сюда его поставим, число частиц, вот сюда, N. Первое распределение. Но это есть просто фактически распределение по импульсам. Ну, или, если вы подставите сюда P равняется MV и перейдете от интегрирования D3P к интегрированию по D3V, то это просто распределение Максвелла. Распределение Максвелла. Так, кроме того, второе распределение это есть единица на Z потенциальная E в степени минус U от R поделить на T. Ну, это не что иное, как распределение Больцмана. Третье распределение единица на Z внутренняя E в степени минус эпсилон от альфа поделить на T это распределение по внутренним степеням свободы, куда относятся колебания и вращения молекулы. Так вот, смотрите, я хочу обратить внимание, что вот это распределение по импульсам или распределение Максвелла по скоростям, оно не зависит ни в коем случае от того, в каком поле движется частица. То есть в любом внешнем поле есть поле, нет поля, у вас распределение по импульсам всегда одинаково. Всегда одинаково. То есть распределение по импульсам не зависит от того, как движется частица, в каком поле. Вот это существенный момент. Ну и точно так же, что распределение по координатам, то, что распределение Больцмана, оно совсем не связано с распределением по импульсам. Это независимое совершенно распределение. Совершенно независимое распределение. Вот этот момент важный, потому что тут есть такое замечательное свойство. Так, вот теперь еще одно утверждение. Значит, когда вы вычисляли энергию системы, пользуясь каноническим распределением, то можно было поступать следующим образом. Коль скорость частицы независимы, то можно было посчитать энергию одной частицы среднюю, ну и потом просто умножить на n. Значит, ну и тогда у вас получалось, что средняя энергия частицы есть 3 вторых на температуру. Значит, я считаю, что температура измеряется в джоулях, например, поэтому константа Больцмана не пишу. Если температура в градусах, то тогда надо не забывать про постоянную Больцмана. Так, и эта величина складывалась из трех, из трех половинок, которые отвечали движению по х, по у и по z. Отвечали движению по х, по у и по z. Ну и вот это было что-то такое утверждение о равнераспределении вкладов в энергию. Распределение энергии по степеням свободы. Что по х, по у и по z было одинаково, было по одной второй. Спрашивается, это распределение есть, есть общее утверждение на эту тему или нет. Ну вот, оказывается, есть. Для этого давайте мы сделаем следующее. Давайте пока рассмотрим систему без внутренних степеней свободы. Есть только движение в полях и кинетическая энергия. Такое поступательное движение и движение в полях. Ну и напишем, статсумму z равно, значит, в этом случае это интеграл d3p1, d3pn на 2πh в кубе, d3r1, d3r2, d3rn поделить. Да, тут нет никаких 2πh в степени 3n здесь. Так, и тут есть e в степени минус энергия, как функция всех p и всех r поделить на t. Энергия, как функция импульсов и координат в классической механике, это есть просто функция Гамильтона. Значит, давайте мы сделаем следующее. Давайте вот эти координаты все обозначим единообразно. Ну, например, значит, q1 это будет p1x, p1x, q2 будет p2x, p1y, извините, q3 будет p1z, ну и дальше 4, это будет p2, ну а потом, когда вы дойдете до n, до 3n, то следующие будут координаты. То есть, например, q3n плюс 1 это будет x первой частицы, q3n плюс 2 будет y первой частицы, ну и так далее. То есть, выведем вот эти величины q, то есть их у нас всего будет 6n, 6n, 6n частиц. И запишем тогда вот эту величину z как интеграл, ну тут еще надо единицу на n факториал поставить, что, в общем-то, не очень существенно, но давайте не будем забывать. dq6n поделить на 2πh в степени 3n, e в степени минус e от всех q делить на t. Энергия как функция всех q. 6n. То есть, видите, каждая q – это одна из переменных. Ну и теперь давайте будем считать, что у нас, да, при этом импульсные q меняются от минус бесконечности до бесконечности. Координатные q, они могут меняться в разных пределах. Могут тоже до бесконечности вести, если поле позволяет, если поле определено до бесконечности. Ну, либо если у вас там есть стенка, то тогда у вас на стенке у вас энергия потенциальная бесконечность. Ну и тогда вот эта величина там зануляется. Давайте мы вот это выражение проинтегрируем, выделим какую-то координату q, qa, одну. И проинтегрируем это выражение по частям. Вот это. Тогда мы получим, что наше z будет равно qa, я по q проинтегрировал, qa, а здесь стоит интеграл по dq6n без единицы, тут будет n факториал стоит, еще 2πh в степени 3n, так, e в степени минус e от q всех, и еще qa, которое у вас не фиксировано, поделить на t, поэтому q интегрирование, это я выделил. Все это берется от qa минимальное до qa максимальное. Дальше минус. Мы должны продифференцировать теперь вот эту величину. При этом у вас минус на минус сокращается, входит, значит, единица на t, а здесь остается интеграл по всем dq6n, поделить тут на n факториал и на 2πh в степени 3n, а здесь стоит qa на de по dqa на e в степени минус e от всех q поделить на t. Вот я формула интегрирована по частям. Ну вот смотрите, если у вас на этих пределах, скажем, если это импульс, то у вас это минус бесконечность, это плюс бесконечность. Ну и при этом энергия, там p квадрат на 2m, она тоже стремится к бесконечности, поэтому там на этих пределах вот этот фактор зануляется. Ну и теперь, если еще мы сюда будем считать, что у нас система находится в каком-то большом поле, что если поле обладает таким же свойством, что на минус бесконечности и на плюс бесконечности у вас потенциальная энергия стремится к бесконечности, чтобы частицы не уходили на бесконечность, система ограничена, поля ограничивают систему, тогда при любом qa у вас вот этот свободный член зануляется, потому что вот этот экспонент, энергия стремится к бесконечности, и тогда экспонента отсутствует. Ну и тогда мы получаем следующее, что если умножить на t это равенство и разделить его на z, то мы получим, что t равно единица на z, а здесь стоит единица на n факториал, интеграл dq6n поделить на 2ph в степени 3n, а здесь стоит qa de по dqa, e в степени минус e от q поделить на t, а единица на z. Ну и вот, ну и что мы видим? Вот эта величина есть не что иное, как средняя, ну или давайте напишем так, qa de по dqa средняя. Средняя по ансамблю. Мы усреднили. Ну и мы получили утверждение, что вот такая комбинация, средняя от такой комбинации, всегда равно температуре. Ну и теперь посмотрим, если у вас qa, возьмем равно, например, p1x, p1x, тогда d e по dp1x, это есть p1x поделить на m. Ну и тогда вот это выражение, qa, px, например, 1, d e по dp1x будет равно px квадрат 1 поделить на массу. Поделить на массу. То есть это снова получается e. То есть это снова получается e. 2e. Ну и тогда мы получаем, что t равно 2e. Ну, давайте я напишу так. Это будет epsilon 2 epsilon x средняя. Это равняется 2 epsilon x. То есть p1. Давайте. 1x. Первой частицы. Ну, понятно, что для всех частиц кинетической энергии выглядит одинаково, поэтому для всех для всех для всех для всех импульсов это выражение будет иметь место. Это означает, что среднее значение для любой частицы, например, от x будет равно t пополам. Ну и для y, и для z это тоже будет t пополам. Ну, то есть вот мы как раз получили вот это утверждение. Вот это утверждение. Теперь. Ну, отсюда мы еще можем сделать еще некоторые хорошие утверждения. Пусть у вас система находится в поле тяжести. В поле тяжести. У от z равно mgz. У от z равно mgz. Ну, тогда отсюда получается, что z умножить на du по dz у вас по-прежнему будет равно mgz. То есть это будет равно u. Ну, тогда отсюда получается, что u среднее равно t. u среднее равно t. Видите, там было пополам, а здесь просто t. Но это только потому, что степень первая. Если вы возьмете осциллятор, то у осциллятора потенциальная энергия m омега квадрат и x квадрат пополам. У него тоже здесь стоит x квадрат, как в импульсе. поэтому, когда в производную берете, у вас снова двойка появится. Поэтому для этой величины среднее значение будет равно t пополам. ну, если вы сюда добавите кинетическую энергию осциллятора px квадрат на 2m плюс, то тут еще одна t пополам будет, и тогда у вас средняя энергия осциллятора будет равна t. Обращаю ваше внимание, что это t вообще не зависит от того, какая частота. просто t и все. Не зависит от частоты. Да? да, конечно. Вот, правильно. Поэтому от этого половинки и от этого половинки. Ну, полная эта энергия складывается. полная энергия складывается. Поэтому от одного половинка и от второго половинка тут тоже надо написать среднее значение. t пополам. Вот это утверждение оно породило в конце 19 века породило ультрафиолетовую катастрофу. Когда выяснилось, что электромагнитное поле свободного распространяющегося поля фотонов можно уравнение Максвелла переписывается как уравнение для осциллятора с какой-то определенной длиной волны. и тогда, поскольку длины волн у вас произвольные, могут быть от нуля до бесконечности, то суммирование и каждая длина волны дает температуру, то тогда получалось, что энергия черного излучения бесконечна. Энергия черного излучения бесконечна. Это получило название ультрафиолетовой катастрофы. Ну и вот тогда только появилась идея планка о том, что этого не происходит, если у вас это излучение испускается только определенными порциями энергии. Мы это сейчас увидим, когда будем рассматривать внутренние степени свободы. Здесь ситуация очень близкая. Значит, давайте мы сейчас... Да, теперь время как раз перейти к внутренним степеням свободы. Значит, распределение Больцмана, видите, и Максвелла мы уже как-то вообще вы с этим имели дело. Давайте теперь посмотрим на внутренние степени свободы молекул. Для начала давайте посмотрим, какой масштаб энергии для внутренних степеней свободы молекул. значит, вот простейшая молекула, состоящая из двух атомов, представляет из себя что-то вроде гантельки, у которой в равновесии вот это расстояние фиксировано, но она может колебаться вокруг положения равновесия. Но это колебание требует энергии. И нам нужно оценить, какая величина этой энергии. Значит, оценка делается из следующих соображений. Смотрите, у вас вот здесь вот здесь если это величина порядка r, r величина порядка Боровского радиуса. А Боровского, потому что молекулы находятся друг, атомы в молекуле находятся на расстоянии порядка Боровского радиуса. Теперь, если у вас да, силы у вас все равно электрические. Силы у вас все равно электрические. Поэтому вам нужно оценить просто потенциальную энергию. Кинетическая энергия колебаний, она понятна, это есть p квадрат, где p это вдоль вот этой оси, p вдоль оси, делить на два, давайте я напишу m m с волной. Где m с волной, это приведенная масса двух ядер m с волной, это есть m1 m2 поделить на m1 плюс m2. Ну, а дальше тут стоит еще k x квадрат пополам, где x это вот эта координата. Ну, и величину k надо оценить. Как можно оценить величину k? Ну, вот смотрите, как вы думаете, из-за того, что у вас это все-таки атомы, что произойдет, если мы вот это x возьмем порядка r и сдвинем их друг с другу? Насколько изменится энергия этой системы? Вот мы взяли вот эти два атома и сдвинули их в одну точку. Насколько может измениться энергия системы? Как ее оценить? Понятно, что у вас есть принцип Паули, у вас электроны не могут остаться на своих оболочках, у вас лишние электроны пойдут вверх. Поэтому энергия, которую потребуется затратить, это характерная энергия возбуждения электронов в атоме. То есть если вы возьмете k r квадрат пополам, то эта величина должна быть порядка характерной энергии электронов в атоме. То есть вы должны затратить энергию, которая есть энергия возбуждения электронов. Ну вот, отсюда значит k можно сказать, что это есть величина порядка эпсилон электронов поделить на r а r я сразу напишу на а воровской в квадрате. На а воровской в квадрате. На а воровской в квадрате. Теперь частота омега есть корень квадратный из k поделить на вот эту массу m с волной. На эту массу m с волной. Ну вот, давайте подставим сюда вот это k и еще умножим на h тогда здесь будет h квадрат это будет равно корень квадратный из h квадрат эпсилон электронов поделить на m с волной на а воровской квадрате. Нет, на а воровской просто. Прошу прощения. Эпсилон на а воровской. а воровской квадрате. Так, Нет, тут а воровской в квадрате стоит. Здесь же r квадрата стоит. Я смотрю, что-то не то. А воровской в квадрате. Ну вот, смотрите теперь. Если бы здесь, давайте я напишу так, я напишу корень из массы электрона поделить на массу вот эту приведенную ядер. А здесь стоит корень квадратный из h квадрат поделить на массу электрона и на а воровской в квадрате и на эпсилон е. Вот эта величина для атома водорода это есть просто энергия связи по порядку величины. То есть вот эта величина и вот эти величины одного порядка. То есть вот это есть просто энергия электронов характерная. Ну и тогда получается, что это есть характерная энергия электронов умножить на корень из отношения массы электрона к массе ядра. Вот такой характерный вещь. Это означает, что смотрите энергии ну если электронные энергии там характерные это сколько там в атомах больших это электрон вольты электрон вольты электрон вольты здесь у вас масса молекулы ну масса она сколько там возьмем 5-10 масс масс протона а здесь стоит масса электрона отношение массы электрона к массе протона это единица на 2000 на 2000 ну еще тут сколько тут десятку будет 20 тысяч корень из 20 тысяч это что-то там 140 да где-то величина 140 ну вот эта энергия значит вот эти характерные энергии у вас в 140 раз меньше чем энергия электрон чем электронная энергия но с другой стороны у вас энергия электронов это там в районе того водорода того же 10 электрон вольт риттберг характерная энергия 10 электрон вольт 10 электрон вольт если вы переведете в градусы то вы получите сколько там на 11000 надо умножить да получите 100000 градусов 100000 градусов 100000 градусов если вы разделите там на 100 или на 200 то это все равно получается 1000 градусов 1000 градусов то есть вот эта энергия отвечает тысячам градусов. Но это означает, что при комнатной температуре, при наших нормальных температурах, у нас выполняется условие, что t много меньше, чем h омега. Это означает, что мы не можем вот эти колебания рассматривать классически. Мы должны учитывать дискретность спектра, поскольку температура у нас малы по сравнению с расстоянием между уровнями. Спектр дискретный, квантованность спектра здесь оказывается существенной. И поэтому нам нужно, когда мы делаем вычисление, мы должны учитывать, что эта энергия квантована. Что осциллятор у нас не классический, он квантовый существенно для колебаний. И поэтому вот здесь такая возникает проблема, что мы должны вычислять это квантовым образом. Ну, вычисление, скажем, статсуммы для одного осциллятора, оно, в общем-то, особой задачи не представляет проблемы. Потому что про осциллятор мы знаем, что если есть частота, то мы знаем, что энергия, εn, есть h омега на n плюс 1 вторая. Ну и состояние характеризуется вот это n число квантов осцилляторных. n число квантов. Ну, тогда статсумму вот эту внутреннюю, я назову его z колебательная, она равна сумма по n от n равного 0 до бесконечности. Е в степени минус h омега на t на n плюс 1 вторая. Эта сумма, как вы понимаете, считается очень просто. Эта сумма считается очень просто. Это есть, это есть, значит, во-первых, я одну вынесу, e в степени минус h омега на 2t, а здесь стоит сумма по n от n равного 0 до бесконечности, e в степени минус h омега на t умножить на n. Но это не что иное, как геометрическая прогрессия с показателем e в степени минус h омега на t. Ну, поэтому ответ сразу выписывается. И это есть e в степени h омега на t на 2t поделить на единица минус e в степени минус h омега на t. Сумма геометрической прогрессии. Вот это z. Ну и дальше мы давайте будем считать вклад в свободную энергию. Вклад в свободную энергию, который, поскольку у вас стоит z у вас произведение, z большое есть произведение z малых, в том числе, вот видите, вот здесь z внутренняя, то тогда свободная энергия, она есть сумма, f полная, это есть f, как это сказать, поступательный, плюс f потенциальный, плюс f внутренний, поскольку это логарифм z. Ну и тогда f внутреннее у нас есть, для одного осциллятора будет просто минус t логарифм вот этой самой z колебательной. или это есть, значит, здесь минус h омега на 2t надо поставить, это есть просто h омега пополам, что есть не что иное, как просто энергия основного состояния, она всегда должна быть, да, а дальше здесь стоит плюс t на логарифм единица минус e в степени минус h омега поделить на t. Вот такая получилась вклад в свободную энергию от колебаний. Ну вот, теперь нам осталось найти, ну можно найти энтропию и дальше продифференцировать энтропию, найти теплоемкость, но лучше будет, если мы найдем энергию через свободную энергию и найдем теплоемкость, просто дифференцируя энергию. Для энергии выражение будет проще. Значит, энтропия есть производная по температуре. s равна минус логарифм единица минус e в степени минус h омега на t. Так, плюс, сейчас посмотрим плюс или минус, t поделить на единица минус e в степени минус h омега на t. Здесь будет... Так, тут... А, нет, тут сначала минус надо поставить, потому что минус производная. Минус, тут стоит минус e в степени минус h омега на t. и тут стоит h омега поделить на t квадрат. Ну, то есть, получился здесь еще увеличена минус логарифм единица минус e в степени минус h омега на t. Так, а тут получился плюс, t одно сократилось, h омега на t, e в степени минус h омега на t. Ну, давайте я разделю числитель и знаменатель, умножу на e в степени h омега на t, и тогда здесь выражение будет простое. Здесь будет стоять единица поделить на e в степени h омега на t минус 1. Ну, вот, теперь, если вы возьмете энергию равняется e f плюс t s, умножите на t и сложите эти выражения, тогда смотрите, вот этот t логарифм и вот этот t логарифм с разными знаками сократятся, вот этот логарифм, и ответ получится такой, это есть h омега пополам, оно останется, и дальше останется плюс h омега, на, делить на e в степени h омега на t минус 1. Вот это энергия. Ну, вот на этом давайте мы остановимся сегодня и теплоемкость сосчитаем уже в следующий понедельник.